Цивильск – магазин самообслуживания по улице Советской. Джентльменский набор в продуктовой тележке. Проверка на глаз крупной купюры к кассирам. Некоторые сомнения в ее подлинности. И все-таки покупатель уходит, получив свою сдачу. В итоге фальшивку разоблачили только в банке, когда злоумышленник с подельниками был далеко за пределами не только Цивильска, но и Чувашии. Сотрудники Управления экономической безопасности МВД по Чувашской республике считают, что торгового работника подвело не столько отсутствие аппаратуру для проверки денег, сколько незнания основных признаков поделки. Отсутствие микротекста. Купюра, получается, состоит из двух частей, склеенная. И если бы на данной точке был проведен соответствующий инсультаж, то, я думаю, без проблем возможно было бы определить пользу данной купюры. Аналогичную фальшивку злоумышленник сбыл и в торговой точке на улице Терешковой в Цивильске. Там тоже продавец колебалась, прежде чем принять банкноту, однако не отказала смуглолицому посетителю. К тому же тот преподнес корзину цветов, которые якобы не смог передать своей девушке. Оперативники вычислили сначала автомобиль, на котором галантный кавалер прибыл в республику, а затем и его самого. Да, так можно сказать, что упали на след и оперативно, получается, выехали в командировку на территорию Московской области, где был установлен и задержан данный человек, который совершил данное преступление. Потерпевшие опознали 40-летнего уроженца одной из бывших союзных республик. Подозреваемого в двух эпизодах сбыта фальшивых пятитысячных в Цивильске. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса. Мужчина арестован на время расследования. Сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников задержанного и дополнительные факты противоправной деятельности. С начала года в Чувашии зарегистрировано 66 фактов сбыта фальшивок, большинство из которых пятитысячные. Торговым работникам нужно быть внимательнее при обращении с денежными знаками. В первую очередь, если купюра показалась какой-то сомнительной, не нужно, получается, отсылать этого покупателя, максимально запомнить его приметы, нажать тревожную кнопку и незамедлительно вызвать сотрудников полиции. Продолжение следует...